Они ждут автобус, и она ждет автобус, он тоже ждет автобус. Можно ждать как угодно, когда знаешь, сколько тебе ждать. Следите за автобусами в картах. Яндекс.Карты. Приложение к городу. Добро пожаловать на мой канал. Рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня наш день начался с поездки в парк. Леша повез Софийку на день рождения. Ну а я с Машей и Лизой отправилась на прогулку в парк. Благо как раз место, где проходит день рождения, и парк находится совсем рядышком. Поэтому Леша нас высадил, сам повез Софийку, но потом вернулся и присоединился к нам. Как раз пока был день рождения, мы погуляли с девочками. Лиза захотела полазить по веревочному парку, поэтому она полазила. Ну и дальше мы просто погуляли, покатались и забрали Софийку и поехали домой. Субтитры подогнал «Симон» Мы уже дома, и я решила навести порядок на рабочем месте Лизы, на рабочем месте Софийки. Привести здесь все в порядок, помыть, почистить. И вот я убрала линейку, которая крепится на саму парту, и я была в шоке от того, сколько там грязи. Вы можете сами увидеть просто, чего там только не было. Но благо все хорошо отошло, все хорошо отмылось. У нас парта и стул от бренда «Майер». Вот просто неубываемые вещи, качественные. Очень мне нравятся. Вот в уходе элементарно за ними ухаживать. Стул очень устойчивый. Как на нем только Софийка с Лизой не крутится. Но вот действительно, продуманные вещи стоят, мне кажется, каждый свой рубль. Не знаю, сколько сейчас стоит и парта, и стул. Но на самом деле очень-очень достойные, качественные вещи. Но я решила здесь прибраться. И заодно распаковать канцелярию. Все у нее разложить здесь аккуратненько. Меня, кстати, вы часто спрашиваете, Катя, почему ты не показываешь? Или стала редко показывать, в том числе игровую девчонки. Мои девчонки растут. И, например, когда я так хотела что-то поснимать, они говорят, мам, не снимай. И сами понимаете, да, все-таки я уважаю их личное пространство. Вот если они не хотят, то как я могу? Вот, возможно, если у них там будет настроение, еще что-то, мы с вами придем к ним в гости, поснимаем. Ну вот, сегодня разрешили мне рабочее место поснимать, как бы, и все. Больше ничего. Ну и помимо рабочего места, я также организовала, вот как раз там сбоку, шкаф. Разместила там все учебники, рабочие тетради, дневник, папки для труда, для ИЗО. И запасные разные, да, мелочевку, канцелярию, карандаши, ручки, точилки, тетрадки, обложки. Вот, в принципе, рабочее место у нас готово. Все здесь аккуратненько. Ну и дальше рюкзак сейчас распакую, который как раз-таки заказала для Лизоньки. Очень мне нравится. ПОДПИШИСЬ НА ИЗОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СОВИЧЕСЬ НА ИЗОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вчера с девчонками забегали в магазин Канцпарк, набрали разные канцелярии, в том числе в школе. Если честно, я не знаю, кому больше нравится вот эта вся подготовка, детям или лично мне, потому что я обожаю красивую канцелярию. Давай сейчас покажу, что мы там выбрали. В Канцпарке вообще большой ассортимент и для школы, для развития детей, но также есть там и товары для художников, для офиса или для повседневной жизни. Девчонки, конечно же, вот тут как раз в самом центре не смогли пройти мимо такого очаровательного клея. Ну правда, просто милашество. Из этой же вот серии мы взяли вот такую вот очаровательную линейку. Такая точилка, ну все прям, знаете, в одном стиле. Далее здесь у нас вот такой вот ластик. Ластик мы взяли вот такой вот веселый с кошечкой. И еще вот набор с авокадо. Вообще, мне кажется, сейчас такая канцелярия просто вот, о которой в моем детстве можно было только мечтать. Далее вот такие магнитные закладки. Нам учитель рекомендует ими закладывать вот странички в учебниках, чтобы детки не искали, на уроках сразу открывали вот там, где нужно. Потом вот такие вот стикеры для работы с текстом, что-то помечать. Ну и я тоже этим пользуюсь. Потом девчата взяли себе вот такой набор гелевых ручек. Они там в школе не пишут такими, но для дома, для творчества вот такой наборчик у нас. Далее еще один набор стикеров вот с такими лисичками. Тоже очень классная серия. Ручки. Ручки, конечно, у нас такие не для школы, но они такие тоже симпатичные. Поэтому для дома девчатам какие-то записи делать в блокнотике, что-то рисовать тоже. Потом классические ручки взяли вот такие. Кстати, здесь много вот канцелярии у нас и Берлинга. И вот эта вот серия Мишу, наверное, она называется. И вот взяли тоже такие разноцветные простые карандаши Берлинга. Такие не треугольные, удобно в руке держать. Набор кисточек. Вот пони. Это Лиди в школу. Потом вот такая вот удобная точилка. Она маленькая, открывается, закрывается. В общем, ничего не просыпется, не рассыпется. И есть контейнер. Потом вот такая светоотражающая подвеска. Я думаю, никому не нужно объяснять, что это очень важно. Подвесим на рюкзачок. И взяла вот такой вот стаканчик. Не проливайка большого объема. Гамма. Для школы, конечно, такая крупновата. Но дома вот они у меня рисуют. Замечательная. Вот так вот. Взяли мы вот такое вот расписание уроков. Оно магнитное. Как раз здесь и в комплекте идет маркер. И чем стирать. Вот. Поначалу расписание меняется. Плюс в процессе может тоже изменяться. Поэтому удобно использовать вот такую вот многоразовую. И здесь у нас, значит, блокнотик. Девочки, не смогли пройти мимо. Тоже Мишу. Вот эта вот серия. Ну, очень классная. Милашество. Можно и как черновик использовать для каких-то записей. А потом тоже вот эта потрясающая серия Мишу. Вот такие вот тетрадочки. Нам в школе такие, конечно, веселые использовать нельзя. Но дома для черновиков мы используем их с огромнейшим удовольствием. Вот такие вот в линейку. И взяли, конечно же, такую вот однотонную классику. Как раз по требованиям нашего педагога в школе. Взяли и в линейку. И в клеточку. Вот такой вот наш улов конспарки. И нам дали вот такой вот канцелярик. Сейчас там акции проходят. Расскажу поподробнее. Проходится она с 1 августа. Будет по 30 сентября. И 2 октября будет розыгрыш главных призов. Можно получить гарантированные подарки за покупку. Наклейки. Типа вот как у нас такие, да? Канцелярики. Либо же, если вы покупаете от полутора тысяч рублей, там, Шоппер или Панама. Есть еженедельный розыгрыш. Там разыгрывается либо сертификат Канцпарк, либо бокс канцелярии. И вот самый главный розыгрыш. А 2 октября будут разыгрывать Яндекс.Станции, колонки JBL, фотоаппараты, электросамокаты. Познакомиться подробнее с самой акцией, какие там призы будут. И также с ассортиментом магазина Канцпарк вы можете по ссылке в описании. Мы уже пообедали. Время у нас, наверное, где-то полчетвертого, может быть, часа четыре. Честно, не помню. И я начинаю заниматься уборкой на кухне. Вообще у нас здесь такой завал, потому что с утра отключили электричество у нас. Меняют опоры. И вот тут несколько дней подряд, ну, на несколько часов отключали электричество. Именно поэтому мы с девчонками тоже сегодня поехали погулять в парк, потому что дома делать нечего. Электричество отключили. И мы вот на это время решили, что лучше проведем его в парке. И вот сейчас мне нужно помыть посуду после завтрака, после обеда помыть все. В общем, вести порядок. И заодно я решила на кухне сегодня сделать такую еженедельную уборку. Вообще у меня есть такой список дел, которые я делаю раз в неделю. Не обязательно это я делаю все в один день. Когда есть настроение, возможность могу сделать за один день. Могу разделить на несколько дней. Вот такие дела помогают мне, в принципе, поддерживать порядок в доме. Потому что в доме, в принципе, будет чисто. И там, возможно, нужно будет какие-то вещи разложить по местам, потому что все-таки дети есть дети. Раз в неделю я убираюсь на кухне вот прям тщательно. Например, мою плиту со средством. Чищу чайник, чищу тостер, потому что мы им пользуемся не по одному разу на днем. Протираю фасады, протираю все мои любимые баночки, специи, которые у меня находятся на рабочей столешнице. Это что касается кухни. Мою холодильник. Потом, раз в неделю я тщательно мою лестницу. То есть я не только ее пропылесошу, я еще и помою. Разбираю прихожую. Обувь, например, которую мы носили в течение недели. Какие-то туфли, сандалии. Тоже все это мою. Естественно, в холодное время года обувь мою я каждый день. Потому что песок, грязь, все это мы несем в дом. Обувь в неприглядном виде, можно сказать, после одного раза. А летом нет. Все-таки мы ходим большую часть лета. У нас погода сухая. Поэтому только раз в неделю такая поддерживающая уборка у меня получается. Я чище обувь, мою. Все равно что-то там пачкается. Попадает песок. Ну и далее просто так же вот перед, допустим, рабочей неделей я прохожусь по всему дому. И привожу в порядок, раскладываю вещи по местам. Могу пропылесосить, помыть полы. И еще очень важно раз в неделю, если, например, в течение недели у меня там руки не доходили. Или стирка, если, да, что-то осталось постирать, погладить нужно, то я тоже стараюсь, чтобы вот, ну, хотя бы раз в неделю вот у меня не было никакой стирки, никакой глажки. То есть все эти дела переделать. Иначе это копится просто как снежный ком. И дальше это все у меня, лично для меня все это разобрать гораздо сложнее. Возможно, вы удивитесь, почему здесь нет ванной комнаты. Но ванную комнату я протираю фактически каждый день. Могу и утром, и вечером. То есть за неделю, конечно, с нашей водой она вообще будет просто обнять и плакать в каком состоянии. Поэтому в ванной комнате, то есть я такую вот ежедневную уборку делаю и все. А вот основное для меня это кухня, чтобы она была чистенькая, потому что, ну, каждый день так протирать, естественно, я не буду. Это лестница. Даже если я ее приберу раз в неделю, она будет в хорошем состоянии прихожей. Ну и в принципе просто, как я вам и сказала, разложить вещи по своим местам, пропылесосить и помыть пол. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С одной стороны, набила уже порядок, протерла каждую свою баночку. Кто-то обязательно спросит, как можно, как они вам не надоедают. Вы знаете, я люблю на своей кухне просто каждую специю, каждую баночку, каждый уголок. И как раз-таки вот эта вот вся мелодь, да, которая кого-то может раздражать, естественно, если вас раздражает это, не держите это на своей кухне. А меня наоборот это вдохновляет, наоборот, я люблю вот каждую, каждую, как я вам говорю, баночку-скляночку на своей кухне. Именно поэтому, я думаю, для меня какая-то уборка, готовка, да и в принципе, быт, он не в тягость, а в радость. То есть мне нравится следить, ухаживать за вот этими вещами. Мне нравится готовить, что-то создавать в такой атмосфере, обстановке. Поэтому для меня это вот, знаете, дополнительная какая-то мотивация и вдохновение. Убираю контейнеры, которые купила. На следующей неделе планирую разобрать несколько ящиков в кухне. Вот заодно их буду использовать. Сейчас помыла и буду раскладывать. Когда купим продукты, разложу в них, наверное, какие-нибудь сыпучие. Решила я спустить не кофеварка, это капучинатор Смэк. Спрашивали у меня в телеграм-канале уже, Катя, что это такое? Это капучинатор. Но я его купила не с этой целью. У меня в нем дети варят себе какао. У него чаша такая большая на 600 мл. И как раз замечательно, вот на 2-3 порции там можно сразу сварить какао. Просто заливаем молоко, добавляем какао. Все хорошо там перемешивается, еще и нагревается, это очень удобно. Ну и потом в конце уже можно подсластить. Уже в машине. Жду Лешу с Лизой, потому что мы сейчас поедем в город. Лиза поедет на мастер-класс по программированию. Мы как раз сейчас думаем, как бы организовать досуг у Лизы и Софии в учебное время года. Вы знаете, что мы уже ходим на фигурное катание, на плавание. Мы ходим в художественную школу. И вот она сама, в общем-то, изъявила желание. Говорит, мам, найди мне какую-нибудь школу, чтобы научиться работать на компьютере, что-то на нем создавать. Я стала искать такую школу у нас в городе. Нашла малую компьютерную академию ТОП. Сразу посмотрела на Яндексе отзывы. Рейтинг, кстати говоря, рейтинг там 5 звезд. Поэтому мы сейчас поедем на разведку. Оказывается, малая компьютерная академия ТОП, крупная образовательная организация в России, 200 филиалов. Обучение есть как оффлайн, так и онлайн. Можете посмотреть, кстати, в своем городе. Классы очень хорошо оснащены. Нам рассказали, что здесь уникальная программа обучения, лучшая детская программа обучения по версии ЮНЕСКО. Сейчас вам приложу, что входит в программу обучения для нашего возраста. У нас 9-12 лет. Программа очень насыщенная и интересная. Сюда входит и создание сайтов, и робототехника, создание игр, программирование, проектирование мобильных приложений. Ребят даже учат писать сценарии, делать видеомонтаж и вообще многое другое. А вообще там есть программы под разный возраст и запрос. Обучают детей до 14 лет. А для тех, кто старше, есть свой IT-колледж, IT-вуз и программа для взрослых. Для поступления АГЭ и ЕГЭ не требуется. Мне понравилась дружественная атмосфера в классе. Материал подается очень интересно, но вместе с тем доступно. Еще у меня Лиза очень творческая девочка. Но я понимаю, вот эти вот мировые тренды, да, с приходом искусственного интеллекта, нейросетей. Вот это творчество нужно как-то соединять с IT-технологиями, реализовываться лучше, я думаю, именно там. Поэтому как раз таки поехали в такую школу, тем более есть самое интересное. Познакомились мы с Академией ТОП. Сейчас будем принимать решение, когда будем посещать занятия по будням или по выходным. Кстати, когда я там снимала, у меня спросили, да, зачем, что. Они узнали, что я блогер. И для моих подписчиков дали скидку. По промокоду KITI15 у вас будет скидка. 15% на первый платеж. Чтобы узнать более подробную информацию о курсе, можете переходить по ссылке в описании или отсканировать QR-код с экрана. Двигаемся дальше. Сейчас мне нужно будет помыть, почистить раковину, почистить кофемашину. Расскажите, вот это у всех так? Я уже в телеграм-канале в своем спрашивала, кто не пьет кофе, тот чистит кофемашину. Честно, оттирать я вот это все не хочу. Мне, значит, нужно помыть вазу, почистить поддон от кофемашины. И нужно заварочный чайник тоже почистить от чайного налета. Я это просто все засыпаю перкарбонатом. Вот эти пятна выводителя, их огромное множество, представлены на маркетплейсах. Любое. Главное, смотрите, чтобы в составе был 100% перкарбонат. Заливая кипятком и оставляя. Потом остается, знаете, просто все это смыть, ополоснуть, слегка пройти там губы. Губочкой ничего не нужно будет оттирать и все. Поэтому пока у меня там отходит грязь, я сейчас протру холодильник. Вот как раз тоже раз в неделю его протираю. Как раз когда он максимально пустой, перед закупкой продуктов, очень удобно, быстро и просто это сделать. Достала я все то, что у меня там стояло. Что-то там испортилось, нужно было выкинуть. И просто протираю влажной тряпочкой. Субтитры сделал DimaTorzok На днях Леша у меня с девчонками ходили на ярмарку, которая у нас проходила в деревне. Накупили разного фермерского сыра. Сыроватый у нас как раз есть тоже в нашей деревне. Варят, готовят очень вкусный сыр. И вот они купили разные виды. Сложила, убрала все в отдельную баночку. Возвращаю на место все, что у меня было. А было совсем ничего. Завтра поедем закупаться продуктами. И решила вот эту сковородку тоже не перекладывать, потому что там осталось просто на один раз. Подогрею на ужин и сразу ее вымы. Не буду лишнюю посуду пачкать. Ну и смотрите, заварочный чайник, поддон в кофемашине, вазы идеально чистые. И возвращаю все на свои места. Теперь буду чистить раковину. Использую средство для очистки сантехники. Как раз таки оно идет от известкового налета. Металлическую губку. И хорошо так вот очищаю весь известковый налет. И затем вытираю ее насухо. Металлическую губку. Сейчас буду протирать фасады. Так как делаю я это регулярно, то я протираю их просто влажной тряпочкой. Если там какой-то потек или налет, то могу использовать средства для мытья посуды. Больше ничем там специальным. Я за своим фартуком как-то не ухаживаю. Но все зависит от того, какие у нас фасады. Вот у нас массив дерева. Тоже достаточно такой капризный материал. На нем разные потеки, пятнышки. Все это видно. Но зато вот, например, можно какой-то антижир на этом использовать. И фасад абсолютно никак не портится. Я вот антижиром пользуюсь над вытяжкой. Потому что там, естественно, вот эти вот капельки жира все равно попадают. И замечательно он все очищает. Ну и вот раз в неделю на кухне я мою вот эту зону, где у нас мусорное ведро. Все достаю, протираю. Я вам тоже поддерживаю. Там все в чистоте и порядке. Продолжение следует... В итоге за сегодняшнюю уборку на кухне у меня просто два больших пакета мусора и еще наш мусорный пакет из мусорного ведра. Но, в принципе, все. Теперь мне осталось только помыть пол, убрать чистящие средства. И на кухне идеальная для меня чистота и порядок. Вот. На такую, конечно, кухню приятно на следующий день приходить и начинать новый день. Естественно, на кухне я убираюсь в конце каждого дня, но не настолько тщательно. Конечно же, просто там протираю плиту. И плиту после того, как приготовила, использую средства для мытья посуды и все. Протираю столешницу, но так вот тщательно. Повторюсь, я все не мою. Но вот после такой уборки особенно приятно находиться на кухне. Решила я продолжить убираться. Нужно вести порядок в гостиной. У нас Машенька, видимо, так нагулялась в парке. Столько эмоций, впечатлений. Столько же там всего интересного, что она до сих пор спит. И вообще в этот день она проспала. Вот все время, что я здесь прибиралась, на первом этаже я и кухню успела помыть. И вот в гостиной прибраться, и в прихожую разобрать. В общем, все успела. Это, я говорю, видимо, она нас так нагулялась, что позволила мне все свои дела по дому сделать. Давайте вам покажу, что я покупала в магазине Gloria Jeans. Это для Софиечки. Мне понравились там такие футболочки. Они идут в рубчик. Вот это вот с цветочком. Очень хорошее качество. Она прям плотная. Знаете, бывает в Gloria футболки такие прям жиденькие. А здесь плотная. По стоимости они 800 рублей. Вот такую я взяла. Сейчас вам покажу еще одну. Такая вот бежевая. Вот. Тут ничего особенного. Только есть вот такой вот цветочек. Она также идет в мелкий рубчик. Вот такие две футболочки взяла. И взяла ей такой костюмчик. Здесь бегать. Он утепленный такой, с начесиком. Вот. Значит, штанишки. Она сейчас гуляла и, смотрите, уже в ягодах где-то испачкалась. Вот. В общем, такие штанишки ей. И взяла к нему такую толстовочку. Она тоже идет с начесом. Вот такая. И здесь надпись. Вот. Еще я взяла для дома вот такую футболку. Вроде бы тоже плотненькая. Качество должно быть неплохое. По стоимости она тоже 800 рублей. А вот с костюмчиком и ценники срезали. Я уже не знаю. Я уже не знаю. Я уже не знаю. В гостиной тоже порядок. Сейчас быстренько пройдусь пылесосом. Заодно освежу пол, помою его. Очень удобно, что здесь такая функция. Два в одном. И сейчас это вот для меня палочка-выручалочка. Так быстренько пройтись. Да, все освежить. Ну и просто под столом, например, после обеда, после завтрака, после ужина с детьми. Я думаю, вы понимаете, насколько это актуально. Пропылесосить, собрать все крошки, чтобы это не растаскивалось по всему дому. Продолжение следует... Убираю наш обеденный стол. Убрала всю посуду. Вытираю крошки. Просто протираю стол, чтобы он был чистый. Возвращаю все на свои места. Убрала и цветы. Нужен уже свеженький букетик, чтобы мне Алексей подарил. Вот. Вазу помыла. Очень нам не нравится. Из магазина Кюхенленд. Многие спрашивают. Вот. Приобретала я ее там еще, по-моему, весной. Ну и все. Осталось мне только здесь помыть пол и пропылесосить его. И, в принципе, на первом этаже я практически закончила с уборкой. Остается мне только холл, прихожая разобраться. С обувью помыть обувь. Ну и заодно помою я санузел на первом этаже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добралась я до прихожей. Сейчас вынесу мусор. Потом Леша сходит и выкинет его уже на помойку. Я быстренько тут раскладываю все по своим местам в прихожей. У нас, в принципе, здесь, на удивление, чисто. Это такая у нас зона, мне кажется, она просто моментально превращается в какой-то хаос, особенно если дети здесь одеваются, обуваются или разуваются, раздеваются. Потому что обязательно перед выходом это нужно перемерить 150 пар, перемерить разные куртки, джинсовки и так далее. И, конечно же, когда мы куда-то идем, мы торопимся, нет времени возвращать это все на место. И еще если мы пришли домой, вернулись с какими-то покупками, то все просто. Прихожая требует сразу же уборки. Продолжение следует... Отобрала я пару обуви, которые нужно почистить. Конечно, самая грязная пара была у Леши. Она вся в глине, в песке. Это у него такие рабочие ботинки. Он в них ездит к нам на стройку. У нас как раз там бурили скважину, разравнивали землю. И, в общем, обувь у него каждый раз возвращается. Нужно и ботинки у него мыть, нужно крыльцо мыть, потому что все потом в этих шлепках от глины. И нужно мыть прихожую, ковер весь мыть. Помыла его сейчас обувь и мою уже обувь свою и девочек, которую мы носили на этой неделе. По стройке обязательно будет видео. Покажу вам, как нам скважину бурили. Сейчас нам там активно разводят электрику. Приезжал дизайнер. Тоже там по второму этажу все перемерял. Отвечал на вопрос электриков. Вроде бы там все согласовали, все решили. И нам привезли, покажу вам тоже, есть ли мы выбирали плитку в котельную, потому что нужно будет там все выкладывать плиткой, уже готовить к монтажу оборудования. Так что вот, хотя бы, знаете, уже такие какие-то приятные моментики, как выбор плитки, пускай даже в котельную. Но, тем не менее, конечно, давно мы не касались вопросов ремонта, именно отделочных материалов, а были в неприятном шоке от цен. Даже вот просто плитка в котельную нам обошлась в такую немаленькую сумму. Вот, уже страшно представить, что же там ждет нас дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а я заканчиваю с уборкой на сегодня. Ванную, ну, санузел наш на первом этаже тоже привела в порядок после того, как помыла обувь. Ну и просто как-то его освежить, протереть здесь ниши от пыли. Все равно пыль оседает. Протереть цветы тут искусственные. Также вот наполнить какие-то дозаторы, освежить полотенце тоже все это делаю я раз в неделю. Огромнейшее спасибо, что провели этот день вместе со мной. Надеюсь, видео вам понравилось. Обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Оставляйте ваши комментарии. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok